20 июня 2017 года Понятное дело, Слово Божие. Интересно, не то Слово. Слово Божие не интересно, а без этого жить нельзя. Чтобы страх Божий был. Ну и страха-то Божия нет у них. Редко у кого. Наша мама ничего нам не могла сказать про Евангелие. Слово Евангелие мы не слышали. Но она говорила, вот пионеры стопишь, тебя там в огне будет жечь. В огне. И мы этого боялись. Слово Матери западало здесь. В школе учимся. Ну пить-то охота. А нельзя. Там мирские люди. И 10 классов учится. И ни разу в школе не допили все никто. За нами никто не смотрел. А здесь только отвернулся, он уже свое опять делает. То есть это другое поколение совершенно. То есть страха Божия нет. И поэтому вы страшную катастрофу терпите все. Все с родителями, со всеми. Твердости нет и поэтому куда попало вот так идет. Даже взрослые вот. Видишь, вот один раз показал, ты сразу раз тебе записала, как делать это вот. Все равно натягивали проволоку. Одну натягиваем, вторая вот перекрутилась между собой. А даже ну внимание. Нету. Пропало. А пропало, пропало. А почему? Вот она заболела кошка. Простое дело кошка. Приходит и главное. Вот. Вот. Голубина Алексеевна и спрашивает. Вещет. Шестофорунку. Да мало ли еще. Человек тоже болеет. И она себя лучше считает. Не сказал. Ничего нет. Она гниет и гниет. А когда последний раз мазали? Да не знаю. Ну каждый день мазь. В мазь есть купленная. Ну что за отношения-то? Праведник милует скоты свои. Праведник. Отсюда вывод, что не милует скоты. Болеет да и болеет. Кормлено, не кормлено. То есть вот это обязанности. Чувствовать все перед Богом. По-человечески-то. В интернете играю, там нажимаю где-то. А здесь другое. Вчера мы сколько возили, сколько пыли. В кабину садимся. Паутов. Я не видел столько. Понимаете? Вот чернота. И мы сидим и закупорили. Я бью их. Они как из-под земли лезут. А в паут это нет. Он как золотом долбанет. И через рубашку. И все. И надо делать. Надо. И уже все сделано. Теперь ждать. И опять это обязанность такая. А кто будет? Вот я, чтобы не просыпать, Никита меня поднимает. Он еще не развит. Он меня не разбудил. Через торг. Он сбонит. Я на ногах. Сегодня с трех часов на ногах. Три часа. Успеть до утра сделать. И наверное три часа уходит на оформление в интернете. Ответы дать и прочее. А как поступаешь? Не знаю. Другу. Вот так. Я сплю вот так вот. Я подскочил к окну. С кровати никого нет. Я с коленой коленой. Господи, это ангел будет. Ангел. Как это четвертым тем злору как еще никого нет. Никого не может быть. Так это вам кажется. А ангел стучит, казаться не может. Если я даже не один. Я рассказываю. Я рассчитываю жития святых. Чтобы все жития святых насчитать. Этого нигде не было. Ни разу. В мировой истории. Мне на сердце положено. Я поехал. Благословился в архиерея. Пост назначил. И стал насчитывать. Так, чтобы люди могли слушать. Это считают мямли. А то если они умирали, я умирал с ними. И жгли у меня. Ноги огнем горели. А как это может быть. Ну как. Печка. Тут же. Это барак. Лопнутый. И там снег лежит. И я голыми ногами. Носков нету. И целыми деньгами. А они на костер сходят. И я с ними схожу. Это Бог дает такое чувство. И вот читаю про одного святого. И не, я один в комнате. В это время в окно. Стучится кто-то. Как раз там, где сатана искушает человека. Я остановился. Ночь. Кто может ночью к нам открывать. А как узнаешь. Три соседа. В бараке живем. Надо выйти. Но как выходить-то. Там кто может быть. Кто. На улице. Ты живем около вокзала. Посоветовались. Помолились. Надо открыть. Человек не может зайти. Потому что соседи иногда запирают тамбур. Из которого квартира расходится. С улицы. Потихоньку открыл. Никого нет. Теперь надо на улицу открыть. Открыли. А снег идет. Перед окном. В которое стучали. У меня только одно окно. Одно. Ни следа. Ничего нет. Но летом я то ли был, то ли не был. А тут никак нельзя. Но снег идет. И насыпанный. И следа нет. Видно что. Ну и минимум. У меня три дня никто не подходил. Все слышали. Ты чуть окно не выставил. Мы поняли. Сатана. Ему не нравится. Что там было. Кажется житие Исаака Пещерского. Считали мы. Считал я насчитывал. Понимаешь как. Поэтому. А я говорю, а никто не слушает. Да как ты говоришь то. Как говорится вот. Вареная картошка во рту. И запомнить ваши велик. Только встала у меня обязанность. Первое. Воздать Богу дар. Теперь от тебя что ж будут. Передать им. Чтобы каждая надпись заговорила с нами. Вот. Иисус есть путь истинной жизни. Ну вот. Евангелие. Иоанна 14.6. Из Библии. Ну можно запомнить. Иисус есть путь. С большой буквы. С большой буквы. Истина. И жизнь. Ты в своей жизни это испытал. Он путь для тебя. Куда бы ты ни пошел. Он путь. В космосе полетел. На работу пошел. На границу поехал. На благовестие. Он единственный путь. Ради него я это все делаю. Господи. Ты повелел. Я делаю. А так-то зачем мне это все нужно. Я знаю. Вы молодые. Вам необходимо это знать. Вот это все собрать. Натащить продукты. Тоже не говорю. Это Бог делает. Истина. Все в нем. Сравнив. Правда мне. Правда говорит человек. Как во Христе. А где Евангелие. И жизнь. Вне Христа смерть. Смерть старствует. Везде и всюду смерть. Куда не глядись. Смерть. Вчера полез на этаж. Нет ни одного голубя. Был один. Сейчас ни одного нету. Растерзанные крылья лежат только. Кто туда залез? Ласка. Хорек. Сова залетела. Все голуби туда переместились. А там открыто. Она там теперь. Шар стоит. Не закрыл. А почему не закрыл? Не закрыл. Вчера отвез хрена привезти. Сколько? Много? Много. Много. А сегодня уже отвезут. Больники. Правда. Я думал корень. Корень не набрали. Перед Богом. Все это перед Богом. Нам пить охота в школе. А мы не пьем. А школа где? Ну жили мы здесь же. Вот это где. Вот это место. Вот где вот. Никита живет там. Павел. Это наш дом был. А школа. Вот как мимо церкви пройдешь. И где труба. Там где наш огород был. Вот здесь была школа. И оттуда надо добежать за перемену. Дома выпить. И обратно прибежать в школу. И никто не учил. Ну вам скажи что пить то нельзя. Да ты. Даже слушать ты не будешь. Корченые были. И там не пил. Отвращение какое-то. Бог показывает. И нельзя. Я приду домой и напьюсь. Нельзя. Объяснять. Никакого объяснения дали. Не было слова родительское. Вот интересно как. Это все таки от рождения дается. Это вот толку. Он даже никаких. Только раз. Все. Ты ешь правильно. Учись правильно. Начинает ксяжки. Ложкой. Ковыряет. Не ест. Все едят. Он работник такой. Никакой. Никакой. Все прячется и прячется. Твоя жизнь уже испорченная. Искремленная. Что толку считать евангелию. Когда ты шага не живешь по евангелию. А родители там. Ой. Ему там откровения. А он безбожий. Я его уже наказал за матерки. Меня. Вот этот сидит. А для матери он это так. А почему? Избрание Божие. Об этом надо ревновать. То есть истинно хотеть. Вот вы еще не приехали из Фрунзи. Там где там. А я уже о вас рассказывал. Какие девочки приедут. Как они учатся. Как рассуждают. Слышали? Я уже подготовил основание. Еще не приехали из Канады. А я Ливи уже написал. Я ролики выставил. Где она там играет. Она учится музыкально. У нее дочка Лизы. Если нет. У вас там пианино. Ну я все написал. И сразу три ролика выставил. Ответа нет. Ясно дело что смотрят. Как в страхе Божьем. Они хотят воспитать детей. Из Канады летят. Пересадка в Париже. Вторая пересадка долетели до Москвы. Из Москвы до Барнаула 3000 километров. А тут Сергея встречают и только привозят. Это разве игрушка? Едут не сколько-то их там, а четверо. Это же какие деньги тратят люди. Почему? Желание лучшего в духовном плане. Вот отец Геннадий Фас говорит. Это родители, где жили. Но искали всегда то место, где есть верующие, чтобы детей воспитать. Это нет. Я пойду туда, где там нет. Живу здесь. Деревня верующая. Потеряю. Только лучшего места я во Вселенной не знаю. Чтобы все были православные. Так строго, по нормам. Посты соблюдать. Все. Куда лучше-то? Где-то все так кряхтят недовольные чем-то. Совершенно нет страха Божия. И вот я маленькие вступления только делаю. Потому что я этим живу, размышляю. О вас, о всех. И утром встал, гимнастика бегает. Показал. Вот придет время. Утром мы будем молиться уходить туда. Вот еще так и приедут. Из Канады и прочей. И туда, где есть. Утром молимся. Побегом туда. И там будем на холме молиться, где мы были. Ну, сейчас нас мало. Умещаемся. Но тут сразу добавятся. И в Екатеринбург будут. Еще, может, тоже. Считай. Я спрошу. Что там на полу так разлита вода? Почему? Воду разлилили. А? Воду разлили. Воду разлили. А каким образом? Ну, Степа надо спросить. Степа, говори. Подойди ближе. Как разлилили? Сюда, подойди ближе. Вы не сюда когда разговаривали. А разлилили. Ну, это пол. Гниет теперь. Не просто что-то. Гниет пол. Мы его заменили только. Я поставил... Стой. Стои. Сел. Равноправный. Я поставил ведро, чтобы это... А? Я поставил ведро, чтобы подождать. Ну, а дед Никита этот, когда пошел, нечаянно опрокинул. Да нет, нечаянно. Если ты здесь оставил, ты не мог не замкнуть. А что значит нечаянно? Нечаянно ты не думал. А дерево упало. Ветер дул и дерево свалило. Ну, пути поставил. Ну, никак нет. Ты только пришел, уже начинаешь пакости делать. Притом, ты это делаешь. Тебе отношение хорошее. Но ты разлил. Вода там теперь гниет. Пол гниет там теперь. Вы что, со всеми понимаете? Мы в той комнате так же смотрели. Там в комнате ни одной доски не было. Даже гвозди изоржавели. Вот все превратилось в такое. Доска толстая такая. Она берешь. А ее нет. Даже, братич, она сама по себе провалилась. Полностью все сгнило. Сырость не было. Вентиляция. Мы вентиляцию тут сделали, прогрели. Теперь как будто бы ладно. Только пришел, забыл. Да ты не это только. Почему? Невнимательный. Не то, что невнимательный. Тебе это трын-трава на все. Из школы идешь домой два с половиной часа. Школа вот она рядом. Два с половиной часа до дома идет. Какой забор через него перескочит туда, обратно. Дерево найдет какое. Вот так походит. Вот так вокруг. Ну еще молится. Стоит, стоит. С места не двигается. То ли молится. Да нет. Железку нашел какую-то тащил. Это неправильно. Это твоя жизнь. Твоя. И ты уже упустил ее. Упустил. Вот мы неделю уже пробыли здесь. Вторая неделя ты только пришел. Не первый день. Тебе каждый день это надо. Но на неделю позже пол начнет гнить. Правда. Положительно здесь. Все. Пост сразу. И в чем ты выявился. То обзывается, то еще что-то. Пакость. Страха никакого нет. У родителей уйдут из холодильника в пост тащат. Все нормально? У нас тряпали. Все. Сырщики там со сметаной. Пост. Я нет. А брат брал старше. Мои говорили смотри крысы появились. Воруют сырщики. Он старше меня. А он берет. Сырщик это замороженное. Кварок со сметаной. Ну и как олябушек. Как пряник. И так их доставят. А он идет в карман. Дорогой сосед. А ты не прав. Даже я подумать не мог. Мне было страшно. Это перед Богом. Перед Богом. Понимаешь как? У меня ружей столько было. Ружье не одно. Охотится. И кажется ни одной утки не убил. А родители смотрят. Как они плавают. Подкрался. Рядом прям совсем. Перепелка. Рядом микрофон. На расстоянии. Вот в таком ползуке. Вчера. Рябушка. Эта. Матка. Рябщика. Вылетела. А видно что она вела выводы. И перед машиной. Бежит. Подлетает. Крыловая сломана. Отводит. Чтобы мы не нашли. Это налетел. Метра сто наверное. А потом. В деревню повернула. А мы в другую сторону. В животном мире. И то все сохраняется. Зачем ты поставил на дороге? Подождать чтобы. Володя. Это твоя работа. Где поставить? Ну маленький вперед. А надо смотреть. Он поставил где попал. Он пролет. Но это не все. Она там пролита. Аннушка потеряла. Масло. А берлез идет упадет. Травай голову отрежет ему. Это не просто. Что Аннушка его пролила. Масло то там. А это жизни стоило. Пролила на трамвайной остановке. Ну мы видели это в фильме. Маргарита. Мастер. Я еще тебе могу сказать. Садись. Садись. Это твоя работа. Твоя жизнь. Только пришел. Первое утро. И уже сразу начинается. И он притом этого не хотел проливать. А почему? А бездумность. Его нет нигде. Его нету здесь. Глаза захотел. И куда бредет. Подожди. Что ты домой не идешь? В школу идет правильно. Из школы. Батюшка как тут ушел. Сейчас полтора часа дошел. Только до Устиновых. На улице стоит. Крутит. Домой не идет. Дома его то ли давят. То ли блохи кусают. Как собаку. Почему домой ты не идешь? Почему из школы так долго идешь? Ой, как громко говорит. Плохо слышу. Погромче еще скажи. Почему? Не знаю. Не знаю. Одержимость бесовская. Если ты не знаешь, за тебя кто-то другой делает. А другой только демон. Ни ангел же тебя домой не пускает. Дома верующий отец, мать. Я что тебе говорю? Утром пристроил это. Уже все. А что дальше? Дальше я не знаю. А еще что-то будет. Стекло раздавишь. Выберешь. Играть будешь. Камнем залепишь стекло. Или что-то. Отрубишь себя палец. Или упадешь с крыши. На шипер-то лазили у себя там. В прошлом году люди. А они уже на шипер вылезли через веранду. Садись иди. Ешь. Занимайся. Давай. Ну все, Игнат Ильич. Мы уже получили достаточно уроков. Можно идти работать. Ну вот работать надо. Слава тебе. Ну знаете как это? Я расскажу. Слепым. Слепым. По мамой. Слепым. Он учил. Учеников был один ученик. И он говорит. А где у нас урок будет проходить? Он говорит. На базар пойдем. Там. Ну и пошли на базар. Смотрит. В лопухах. Там кто-то шевелится. А там двое слепых. Слепых. Разговаривает. А как ты стал слепым? Он говорит. Я родился такой. А ты? Страшно даже вспомнить. Как я? Между собой они разговаривают. А он. Фома остановился. Сущеньку. Слушай. И тот говорит. Я. Родителей не слушался. То воду пролью. То еще что-то сделаю. Такой. Нахав был. И работать не хотел. Из школы. Иду часа полтора. Кручу башкой своей. Ну и вырос. Говорит. Жить-то надо еще. Я водовать научился. Я даже смотрю. Хоронить девушку. Видно. Княжеская дочь. Какая она убранная. Я подумал. Ей зачем мертвая. На ней ожерелье-то. Я ночью пришел. А могила-то у нее была. Как пещера. Говорит. Он. Все-таки отвалил камень. Зашел. Луна была. Я. Стал с нее ожерелье. Все снимать. Сережки. Снял. А потом уже выходить. Огорнулся. И думаю. На ней сорочка такая. Продать можно? Почему? Зачем ей мертвая-то? Я подошел. Только начал расстегивать. И вдруг вот она села. Я окаменел. Она говорит. Солнце не видела. Тело моего. Как ты посмел это сделать? И вот так по стене у нее нащупало. Говорит. Глаза вырвало. Глаза в стерку ударила. Я кое-как выполз оттуда. И стерковь. Я слепой. Пошли. Вышел. Он говорит. Она базар говорит. Не надо. Мы урок уже получили. Работать не будешь. Родителей обманывать будешь. Ты уже слепой. Уже. Ты не можешь быть светом. Городом на вершине горы. Вот и все. Урок. Этот урок вошел в историю. Вошел в историю. Вот мы считаем. Такое случилось. Пришел к власти. Ну один правитель. Который был в Маврии. Хороший был. У него нормальный правитель. Никого не арестовывал. Ничего. И в это время там смута была. И переворот случился. Военный мятеж подняли. Как Ленин. Царя убил. Царицу убил. Детей расстрелял. И здесь такая же история. Он пришел. Его Фока звать. Фока. И так устроил резню. Граб на грабли. Ну Ленин. Настоящий Ленин. Зверюга. Демон. На свободу. И правительник один в пустыне молился. Господи. Ну почему такого правителя дал. Маврии такой хороший был. Все молились. Зарплата была хорошая. Законы нормальные. Никакой именальной юстиции не было. А этот пришел. И вдруг Бог ему говорит. Долго я искал для этого народа правителя. Который вразумил бы людей. И хуже Фоки никого не нашел. Хуже Ленина Ульянова не нашел. И он его поставил. Теперь Сталин придет. Я бы их дал хуже. Но не нашел. А за что народ достоин этого. Вот сегодня недовольны Путином. Вот Путин и такой тот другой. А какой он должен быть. Жиринов сказал. ДПР надо. Навального. В 90-е годы было все разрушено. Все. Нигде ничего нет. Поля заросшие. Люди бегут за границу. Убийства. Сводят счеты. Мафиозные структуры. Вам это надо? На сегодня же ничего этого нет. Живем нормально. И все ропщицы ропщи. Вместо того, чтобы молиться за правителя. Да он. Уходит в церковь. Молится. Молится или стоит. Уж не знаю. Наше дело. Только молиться. Итак. Мы получили урок сегодня. Сейчас выходим. Какая у них работа? Нам надо вот эту вот. Которую сделать. Я к вам не лезу. Сами найдите. Прибейте. Это вы все знаете. Так. Теперь дать блюдо. Чтобы до одной щепки вокруг все собрать. Щепки. И отдельно сложить. А потом увезем. Так. У нас тележки есть. Тележку сейчас. А здесь вот щищи много. Увозить. Утром до завтрака. Это раза два сходят. Ваню поставь старшим. Этот он везти не будет. Этот позже. Он не будет везти. Он будет просто держаться. Тележку везут задом. Идут рядом держаться. Ни одень не толкай. Ну толкай его. И не тащи. А ему разницы нет никакой. То есть за счет счет. Кто-то выживал ему. Ты сегодня если в щашки будешь возиться. Вот так вот из щашки. Сразу из стола заходи. Все время. Неделя прошла. Истина учился. И вот первое или второе. В щашке что-то гачон там ищет. Не знаю. Комаров ловит. Или пауту. В щашку. В щашку. В щашку. Ну съешь ты быстрее. Раньше хозяин когда нанимал работать. Он дадут кормить всех. Надо всего пять человек. А пришло пятьдесят нанимать. И он смотрит. Вот это ест. Видно что он. Так. И у вас так. А эта дохлая. Она ничего не будет работать. Она проглотить то не может. Все. И на работу не возьмут. Когда Щенков выбирает. Когда он у судьи. Там пять-шесть. Выбирает самого. Который других отталкивает и ест. Раз. Он ест. У него сила. А это нет его. Куда брать? Вот у нас. Нестор был его брат. Посмотри как он ест. Я не успел и глянуть в нем. Все уже улетел. И вот везде на работу берется. За любую работу тащат. Сколько ему лет? Одиннадцать. Одиннадцать лет. Начальник настоящий растет. И Ваня работает. Этого надо драть. Сейчас от работы отлынили. А этого сегодня уже заработал. Итак. Войдите тележку. Берите. Где она? Все. На выход все. Сходите в тележку. Кепки забираем. Девочки берем бедра простые. И собираем щепки. Все. Все. Двадцать шесть. Восемь глаз. Объяснять не надо. Уже разлито. Аннушка взяла масло. Берез упал. Башку отрезал трамвайно. Доказывать еще не надо. Вы заранее стойте. Они идут. Вышина. Твоя работа. По одному так. Остальные стойте там. Я выливаю. Ну можно распределить. Нет. Он на дороге постоянно. Что с него спрашивают. И на него глянем. Игнарий Тихонович. С детьми два брата. Нам еще подключиться. Да. Ваши пришли в комнате уже вы. Братья там. Хорошо. Братья там. Здесь занимаетесь вы. Встречайте. Ни на кого не скидывайте. Братья будут от работы отрываться и стоять тут. Ведра ваши управлять. Неправильно. Неправильно это. У нас тут ласты. Все. Вот они. Вот они. Красавица. Вот они. Да, вот эти деньги. Почему они собирают, а ты не собираешь? Все еще нету. Что ты смотришь на это? Вот она подошла, сразу собирает это движение. Какой-то из-за соломы здесь. Тебе скучно здесь. Что говорилось, что-то? Вперед, работай. Сидит уже опять. Вон она сколько, смотри сколько. Пошла ты сзади и так далее. Кто тебе сказал? Выбирай все. Вот и сидите здесь. Мы будем завтрак, а вы сидеть будете. Инатий Иванович, вы сказали, мальчикам тещу вытаскать. Сейчас пойду, пойду. Эти пусть сидят. Они не везти не хотят, еще не хотят делать. Так, это ведро не надо. Ведро не даст еще. Вот сюда вот пока вытащите. Вот в эту ямку засыпайте все. Руками, может, ведра не надо. Вот сюда складывайте. Вокруг обойдите, соберите, где что есть. Так, Ваня, где телешка? Да, пошел оттуда. Так, с ним кого-то надо послать, мальчика. Кого послать? Я тебе. Ребят, всегда руками без аппетита. Ну, вы руками берите, не сослевайте, а просто берите. Не накладывайте, а степайте. Это ваша территория. Давайте, подайте. Вот каранки берем. Обойтись. Столько вышли, главное. На работу не кинули, сразу руки в карманы. Все, скособочило тебя. Конечно, тебе тут пищи. Где-то бы тебя рот расторвал, кто-то и в рот холбу полкал. Тогда бы ты проглотил. Одинаковые. В разных местах жили. Смотри, сколько у нас. Ватулка, обойди. Не забывай, как я считаю, что там. Вчера я положил вот сюда, вот это. И кто сбросил опять? Опять нету. То есть, везде, везде, куда ни посмотришь, он делает совершенно не то, что лучше. Если нато... Отложил вот это, вот это. Уже нашли и сбросили, уже который раз. Тебя это касается? Нет. А зачем сбросил? Я вчера перебрал все вот это, нашел их. Сегодня уже нету. До того, пока снова... Уже нету все. Вчера ты, который взял... Ну, кто... Вот это вот, кто вчера отсюда убрал? Вот здесь лежали. Кто брал, прикасался? Нет, ты никогда не найдешь. Лживое племя. Вот не может шагу шагнуть, чтобы пакость какую-то не сделать. Ну да, вот он и есть. Вот этот есть. А? Вот этот есть. Она? Да, да, да. Вот именно с этим. Вот зацепил ее и рванул. Да, да, да. И даже не знаю, куда прятать. Да, вон, на веранду. На веранду лучше. Да, найдут. Потому что не молят. Если человек молится, разве может он пакость не делать? Запомните, не брать вот эту щепку. Я положу. А, обрезок. Вот вчера Никита вот это отрезал. Никита, посмотри. Вот вчера ты отрезал. Бросил, уже лежит здесь день. Все. Это наш двор. Ну как так? Отрезал, куда-то определить, узнать, убрать, вынести. Нет? Убросил, пошел. То есть чужое. Посмотри, где сколько его. Пилить даже тоже не пилить. Пилить по разразению. Бояться работы, как огня. Все выбрать, куда найти. Не стыдно, ничего. Смотри-ка, девочки. Каждый берет, что-то тащит. Нет, руки, карман. Все, глаза закопил. Так, вот так, друзья. Ну, дальше, давай, ты там. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...